Вот мы находимся в моей теплице, в зимнем саду. И посмотрите, какой огромный вырос. Десятки ответвлений, десяток точек роста новых появилось у инжира. Я уж не говорю о том, что, посмотрите, верхний на высоте 3 метров дал густую крону. Я все это подрезал, боковые ветки убирал, но тем не менее. И второй, давайте посмотрим сразу, что со вторым. Значит, здесь у нас томаты, которые, кстати, уже плоды. Сейчас самый конец мая, их нужно сейчас и посынковать, и листья лишние, нижние удалять. А вот второй уже, посмотрите, какой гигантский куст инжира. То есть у него вот это на нас, который смотрит левая часть, задняя, огромная, на высоте 3 метров, там уже подпилы идут. И вот это левая, так сказать, южная сторона. Ну, в общем, гигантский такой куст вырос. Вот. Это по инжирам. Растут они действительно быстро. И у меня максимальный прирост был 3 метра за сезон. То есть месяцев за 5-3 метра. Потому что идеальные условия, высокая влажность, высокая очень температура, плодороднейшая почва рыхлая. Ну, вот такие результаты. Кстати, обратите внимание, какие перчики уже есть. Вот и красные в том числе, кстати, и вот желтые. Под ними растут перцы. Вот этот инжир уже с другой стороны. Посмотрите, какой он. Огромный, густой. Ну, вот фотографию мы обязательно здесь выложим. Какой он был 3 недели назад. А сейчас вот вы можете его, мы уже с другой стороны смотрим на него, да, оценить, какое это огромное дерево. 3 метра высотой и 3 где-то в диаметре. Потому как ветви в разные стороны идут и точек роста несколько десятков. Вот что может быть, когда применяешь правильные методики агротехники. Поэтому я и рекомендую. Видеоролики это одно. А записываться и посещать занятия, где я рассказываю подробно о всех этих методиках и агротехнических приемах. Увеличение плодородия почвы, по быстрому темпу роста растений. Естественно, используя натуральные и биологические методы, только приемы агротехники, знания инженерно-технические, биологические, физические. Только используя законы природы, я добиваюсь вот этих результатов, а не какой-то химии там и так далее. Поэтому всем я рекомендую все-таки записываться на мои занятия, ну, либо, по крайней мере, приобретать видеоматериалы, инфопродукты, так называемые, по аграрным тематикам. У меня в блоге, вы можете их найти всегда, блог мой, youfrolov.ru, а клуб органического земледелия, так и называется, проект «Мой новый». Если вы наберете, вы его найдете в сети и сможете на него зайти и посмотреть мои видеоролики и приобрести, если будет интересно, мои инфопродукты. Редактор субтитров А.Семкин